Жажда скорости, драйв и адреналин. Какой русский не любит быстрой езды, особенно если речь идет о байкерах. Еженедельно инспекторы ДПС фиксируют до 200 правонарушений, среди которых превышение скорости, выезд на встречную полосу и езда без шлема. Всё это нередко приводит к трагическим последствиям. Анна Панкратова за рулем байка уже 4 года. Девушка дорожит своей жизнью и жизнью других участников движения. Оттого мерами безопасности старается не пренебрегать. На своем железном коне по городу, уверяет, ездит не более 60 километров в час. Перед поездкой всегда надевают защитную экипировку. К нарушителям относятся негативно. По сравнению с такими людьми, мы тоже все становимся сразу априори, плохие все. Из-за этого нас могут тоже автомобилисты не уважать. Хотя мы не все такие. Я не сторонник тех, кто нарушает правила. Если надо где-то погонять, позакладывать, пожалуйста, на трек можно съездить. У нас что в Казани, что в мае не можно. Поэтому предпочитаю все-таки спокойные стилизды. А этот молодой человек о правилах дорожного движения, по всей видимости, вообще не слышал. Поэтому и уселся на мощный спортивный байк без прав. Перед этим снял номера, чтобы в случае чего не отвечать за свои поступки. Минуты ранее вдобавок не остановился по требованию сотрудника ДПС. Теперь за несколько нарушений или хочу придется оплатить штраф, а его железному коню дорога на спецстоянку. С начала года в области, по данным полицейских, там оказалось более двухсот мотоциклов. Мы на протяжении уже месяца этой проблемой целенаправленно занимаемся. Мы будем продолжать ей заниматься, но до тех пор, пока мы не наведем должного порядка в этом вопросе. Мы знаем прекрасно места, где, соответственно, у нас наиболее вероятное появление мотоциклистов. Мы не против того, чтобы они получали положительные эмоции от управления мотоциклом. Но при этом мы добиваемся того, чтобы они уважительно относились к другим участникам движения и соблюдали правила дорожного движения. Павел Баймаков, Артем Сулайманов. События.